Девушки отдыхают Анастасия Иванова – талантливая советская актриса, известная миллионам зрителей по роли Лиды в фильме «Не могу сказать прощай», рано ушедшей из жизни. Родилась будущая звезда советского кино в 1958 году в Адлере, под Сочи. С раннего детства девочка мечтала стать актрисой, занималась в театральной студии и участвовала в школьной самодеятельности. Анастасия не смущала и не пугала перспектива поездки в столицу, ведь только московские вузы, как считалось тогда, могли служить гарантированным пропуском на сцену. Только благодаря упорству и врожденному таланту детская мечта Насти Ивановой сбылась. В 1975 году девушка приехала в Москву и подала документы сразу в несколько театральных учебных заведений. В итоге она поступила в школу-студию МХАТ, которую окончила в 1979 году. Поначалу актриса некоторое время работала во Владимирском театре драмы, а вслед за тем вернулась в столицу по приглашению московского нового драматического театра. Далее Иванова играла на сцене московского театра «Сфера». На настоящую известность актрисе принесла главную роль в мелодраме «Не могу сказать прощай» Бориса Дурова. «Где Сергей? Тебе зачем? Не твое дело. Отчего же? Жена все-таки. Жена? Вот он с площадком хвостом мечешь. А ты попробуй. Попробуй на мое место. Ты думаешь, это тот Серега, который дева как семечки щелкал? Калека он, теперь можешь ты это понять». Картина вышла на экраны в 1982 году и сразу же покорила сердца простых советских граждан. «Ну зачем ты здесь? Ведь обидел же он тебя. Страшно на всю жизнь обидеть. Ну почему не надо? Я понимаю, бывает конечно, ну поженились люди, потом вдруг несчастье, ну судьба такая, на всю жизнь терпить. Но ты-то, ты-то, тебе-то за что?» Только за один сезон фильм успела просмотреть около 35 миллионов человек. К юной актрисе пришла настоящая популярность. Ее узнавали на фото и при встрече на улице. К сожалению, эта роль стала для Иванова не только главной, но и практически единственной, не считая участия еще в паре лент. «Леша, мне нужно сказать тебе одну вещь. Э, только не о других мужиках, но сегодня они все свободны. Леша, я беременна. Могла бы написать. Но я сама только недавно узнала, наверняка. Расскажи нам стихи о зиме. Значит так. Птихи о зиме. Так. Зима. Крестьяне торжествуют. Подробнее подновлять. Очень остроумный, Сергейчиков. Очень. Молодец. Выйди из класса. Замужество и рождение дочери на время лишили актрису возможности сниматься и играть в театре. Хотя предложения в тот момент на нее сыпались буквально со всех сторон. Видать, пора на лесозахатулки подаваться. Еще что надумал. Когда Анастасия смогла вернуться в строй, предложения уже не было. У нее началась депрессия. Ведь невостребованность для актера, живущего своими ролями, это настоящий кошмар. В стране грянули перестройка и женские образы, в которых режиссеры привыкли видеть Анастасию, стали неактуальными. В это время Анастасии наконец-то предложили главную роль в кинокартине, но она не сошлась с характером, с режиссером фильма. Он хотел видеть в этой роли другую актрису и намеренно строил козни. В самом разгаре съемок Иванову отстранили от участия в картине. Личная жизнь Личная жизнь Анастасии Ивановой складывалась более чем удачно. Пик ее актерской карьеры совпал с первой любовью, увенчавшейся свадьбой. Для Бориса Невзорова, актера, с которым Настя познакомилась во время съемок, этот брак был вторым, и он любил молодую жену без памяти. Анастасия на время оставила степо мысла о карьере. Для нее на первом плане были семья и дети, о которых мечтает почти каждая женщина. Вскоре на свет появилась ее дочь Полина, которая требовала внимания материнской заботы. Анастасия и Борис были счастливы, но Невзорова появилось много новых ролей. Он стал чаще сниматься и занялся режиссурой. Семейную идиллию прервала трагическая смерть Анастасии, погибшей в 1993 году. Ей было всего лишь 34 года. Причиной смерти актрисы стало удушение. Долгое время милиция не могла выйти на след преступника, хотя все указывало на то, что это был близкий к семье актеров человек, поскольку Анастасия сама впустила его в дом. За полчаса до гибели Анастасия разговаривала с мамой по телефону и была абсолютно спокойна, хотя убийца уже наверняка находился в квартире. Спустя полчаса после этого разговора домой вернулся Борис Невзоров и нашел свою жену убитой. Горе мужа актрисы не описать словами. Единственное, что его хоть как-то поддерживало, это любовь к дочери. Маленькой Полине повезло, что ее в тот момент не было дома, так как она гостила у бабушки. Впоследствии выяснилось, что убийцей был знакомый актеров, с которым их свел коллега по съемочной площадке Александр Савченко. Преступник уже имел срок за убийство, причем первой его жертвой также была актриса. Правосудие над ним так и не свершилось, поскольку Сергей Просветов к тому времени погиб в бытовой ссоре. Могила актрисы Анастасии Ивановой находится на городском кладбище Сергиева Посада Московской области. Смотри-ка, Сережка, поспела морожка, несется машина, мелькает рябина, а там поди-ка поспеет брусника. Сережка! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон